И также настоящего любимца публики, простого парня из города Дмитрово, Валерия Заботина, по прозвищу Валера. Долгожданное возвращение Валеры, 21 год, а уже ветеран. Заряжен, заряжен Валерик, прыгает, стучит себе в грудь руками, готов биться до конца. С выносливостью, смотрите, пошла жесточайшая шиза, как на футбольном матче себя ощущаю я. Все время колоссальная поддержка у Валерия. Валера провел пять боев и победал все возможные исходы поединка. Дважды забрав бонус за лучший бой вечера. Последние полгода он провел залечивые травмы и набирался сил, чтобы в последний раз сделать рывок за заветным перстнем. Его рост 188 сантиметров, вес 77,3 килограмма и ему 21 год. Давайте еще раз! Жесточайше заряжен Валерик, жесточайше. Ну а соперником в этом часе Икс для него станет Михаил Авакян по прозвищу Черкес, представляющий Адыгею. Поприветствуем Михаила Черкесу Гаеву. Я передаю вам привет всем Адыгею. И заодно всему Краснодарскому краю сегодня уже были представители Краснодарского края, но победу они не одержали. Самый сильный менеджер, мне кажется, в углу команды Михаила Авакяна, потому что он друг Дениса. Брутально дебютировавший на шестом турнире, сломал челюсть своему сопернику и показал, что он может и рубиться, и вести тактический размеренный бой. Авакян с радостью принял этот поединок и уверен, что не упустит свой шанс заявить о себе. Его рост 187 сантиметров, вес 76,4 килограмма и ему 25 лет. Два молодых парня сейчас выяснят, кто же на самом деле из них сильнее. Ребята, сейчас будет очень, очень и очень жарко. Приготовьтесь, разбейте свои симпатии и приготовьтесь. Возвращается Валера, но удастся ли ему продолжить? Это предпоследний бой! Не так много аплодировать вам осталось сегодня! Волнован сильная. Первый раунд! Что нам сейчас предстоит увидеть, ребята? Сразу зашума, чизит! Что главное событие вечера? Очень собрано, собрано работает. Валера начинает джебом. Собрано работает Миша. Валера в своей манере высоко держит руки, ладони распределены вперед. Занял центр ринга. Миша двигается, работает джеб. Короткий джеб у Валеры, короткий, но быстрый. Может, может, хорошо ответ. Но в ответ Валерик выкинул свой джеб. Хороший, хороший колки джеб, колки джеб у Миши. Забирает Валера, пошел вперед. Руки летят вниз, опасно, опасно. Показывает Михаил, что не попал Валера. Точка Валеры сейчас джебом попадает. Еще одна празднует джебом в ответ. Какая шанс. Вы просто послушайте зал. Слушайте зал. Уважаемая поддержка. Замолчим просто. Снова Валера попадает джебом. Но Миша попадает джебом на выходе в челюсть. Хочу заметить, Валера Забыдин не проиграл ни одного первого раунда за свои пять выступлений. Точный джеб в корпус. Еще раз точно в корпус. Работает, работает Валера. Улыбается, говорит, нет, это я не съем на обед. Я пойду вперед. Главное Валерику не терять защиту в атаке. Не тянуться, руки не ронять. А Мишу бить продолжать. Да. Двое не право левой. Красиво, красиво. Валера. Корпус. Опа, включился. Пушка. Валера сегодня не валится. О, двойка жестко вошел. Миша встречает у Валера. Вперед. Руки поднимает вверх. Говорит, давай, Миша, давай. Еще один джеб. Сразу продолжает. Валера вперед. Да, это Валера. Валера. Мы хотим видеть его дальше и дальше. Валера не устала и так работать продолжать. Джеб, джеб, джеб. Как много джебов в этом первом раунде. 10 секунд. Миша продолжает двигаться влево. Валера пытается его поймать. Доваливается Миша. Но не удается Валерику нанести четкий акцентированный удар. Также Валера остается непобежденным в первом раунде на протяжении всего шестого выступления. Но мы помним, что основные проблемы обычно приходили позже. Будут ли они сейчас увидим? Смотрим повтор. Зрители, которые переживают за функционал Валеры, он поспешил вас успокоить. И сказал на последней секунде, что он еще далеко не устал. Давайте поаплодируем парням перед вторым раундом. При этом, надо сказать, много, очень много Валера сделал работы в первом раунде. Валера никогда не стесняется работать в первом раунде. Я хочу заметить, каждый бой Валеры, дошедший до конца, если он не проходит в один турнир с Шульским и Гаджи, то получает бой бонус за бой вечера. Посмотрим, станет ли исключением этот бой. Да, и не зря ли дружит Денис с волшебником Рябым? Может быть, какие-то связи у вас есть с потусторонними мирами? У Рябова, возможно, точно они есть. Мы сегодня это видим. Лично я с духами не общался. Смотри, посмотри на красное лицо Миши Черкистага. Говорят, Валерий в углу. Валерий, работай все так же. Ау, кайф! Миши нужно собраться и высоко держит руки Валера. Молодец, в защите он собран в водотранс. Не нужно заряжаться Михаилу. Слушаем зал. Опа, пошла работа от Миши, неплохо. Но хорошая передняя рука у Валера в этом бою. Заметь, как глазами играет Михаил. Попадает, попадает Валера не в челюсть. Тоже бьет по глазам. Снижает видимость своему оппоненту. Согласен, согласен. Но передняя рука Валерий. Бам! Приходит в цель. Раз за разом. Бам! Добавляет вправо. Валера в игре. Валера в игре. Начал пробивать корпус Михаил в первом раунде. И вот снова, как услышал у меня, нужно больше работать по корпусу. Иначе Валера так заберет бой. Но работа по корпусу подразумевает открытие. Проваливается снова Михаил. И двоечку Валерий бросает. Смотрит Михаил в свой угол, ждет он в подсказке. Но надо работать самому. Двойка жесткая. Защиту видел. Валера Майвезера на секунду включил. Такого мы не видели в его исполнении еще. Двигается, двигается Валерий. Работает Джел. Миша все продолжает эту игру. Влево двигается. Раз, работает. Раз, два. Опять колоссальная поддержка Валеры. Хорошо. О, какие жесткие удары. Валера, по-моему, качнула. Но Валера продолжает. Снова джеб. Снова точно. Но Валера не пойдет назад. Он будет идти вперед. Но на мой взгляд, он там тоже попал справа снизу. Тоже попал. Валера всегда точен на выходах. У него очень-очень короткие, быстрые руки. Короткие в плане удара. О, нет, 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 нет. И навстречу пропустил левый боковой. Рассудит нас только повтор. Смотрим. Проваливается Черке, сразу наказывают его Валерий. Какой джеб, какая передняя рука у Валерийка хорошая. Наконец-то в этом бою. Какой размен. Здесь нет попаданий. Вот тут попал навстречу слева. Вот здесь объятия. Там в том углу нормально пролили тоже. Этот повтор, ребята, мы увидим с вами только, когда будем смотреть запись уже на YouTube-канале в ТОПДОМ. А Валера является, как мы видим, беззаговорочным фаворитом в этом бою. Уже заговорились, ребята, потому что такая жара забрала у меня все силы. Это последний раунд со главного боя вечера. Здесь по-настоящему уже стало жарко. Настоящая баня. Пошла работа. Встречает Валера Аперкотом. Миша пошел в раунду. Валера Леон встречается встречу с джебом. Миша решил пойти вперед. Валера контролирует джебом. Заваливается каждый раз лихаек. Валера встречает. Каждый раз, каждый раз Валера попадает джебом. Миша навстречу на фоне. Хорошая работа Валерика. Расчетливая. Еще один джеб. Продолжать, продолжать. Валера кайфует. Держит джеб. Держит пока кожу. У Миша, как он справа хотел зайти, но мимо. И обрати внимание, какая защита у Валеры в этом бою. Наконец-то он сконцентрировался на ней. Собран в стойке. Нужно пытаться взвечевать темп Михаилу. Искать счастье уже в драке, потому что... Идет вперед Михаил, но клинчует его Валера. В итоге, да, несколько джебов. Минута до конца боя. Несколько джебов съел навстречу и ничего сам не показал. Валера двоечку ему за это взыскать. Жесточайшая серия боковых. О, и отец идет Валера. И ты попробуй мой привет. Ой, попался сейчас. И еще. Валера пропускает ближний. Зайдет пиджа. Валера мог засушить бой, но это же Валера. Он идет биться. Валера хочет показать зрелище и забрать 100 тысяч. Идет вперед. Боковым тянется. Стоп, Валера, стоп. 30 секунд до конца боя. И ребята, тут еще может случиться все, что угодно. Пошел, пошел Валера с джебов. Работает первым номером Валера. Но Миша уже и не стремится особо. Еще на встречу левой боковой. Жесточайший левой боковой на встречу. Миша идет вперед. Еще. И еще часть идет. Бам, справа ловил. Стоп, стоп. На середину. 5 секунд. Ну и Валера. Стоп. Ну и Валера. Вот оно возвращение. Валера. Возвращение. Прекрасное возвращение Валеры на топ-доп. Какой расчетливый бой. Какая прекрасная работа. Это был Валера, которого мы все так давно хотели видеть. И наконец-то он услышал наше пожелание об исходе. Смотри, как он внимательно принимает. И сразу коротко, коротко возвращает. Покай. Просто молодец. Ну и молодец Миша. Валера, конечно же, шел вперед, шел до конца. Большая разница с предыдущим соперником. У него было почувствовалось. Устала себе уровень. Валера настоящий гигант голых кулаков. Бойцы на середину. Валера одевается, что-то не хочет голым выходить. Сено на потной своей спине светить. Прекрасное возвращение Валеры Заботина. Валера! 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 Всегда уважительным к своим соперникам. В этом зрелищном бою победу единогласным решением судей одерживает Валерий Заботин по прозвищу Валера. Поздравляем, Валера, с заслуженной победой и с возвращением в титульную гонку. Именно такая она и должна была быть в идеале. Валера! Вот теперь ты устал, да? Устал ты еще после второго. Ты молодец! Ты вернулся спустя полгода, чтобы сделать последний рывок за перстнем, хотя многие уже и хотят списать тебя со счетов. Ты одержал первую победу и сделал первый шаг и, я думаю, осталось совсем немного, чтобы стать настоящим претендентом. Расскажи нам, каково это вернуться сюда после полугодового простоя? Всем добрый вечер! Расскажи! Хотел бы выразить огромную благодарность своему клубу Дмитриевской дружине. Дэн, Кадир, Слав, все пацаны, кто меня тренировал на пресс-конференции. Я не стал много говорить, да я, в принципе, никогда много не говорю, потому что приходится потом доказывать не словами, а делом. Это во-первых, я извиняюсь, может, такой скучный бой. Для меня сейчас главное было, для меня главное было вернуться, одержать победу. Спасибо огромное Мишу, его команде. Я выражаю им огромный благодарность, респект за этот бой. Братун, ну знаешь, я был, может, чуть лучше готов. Вот так. А так все, огромное спасибо организаторам, дайте тебе респект, отдельно. Все, увидимся. Валерий Заботин. Ну и я считаю, мы не можем оставить без слова такого интересного персонажа, который, я надеюсь, еще продолжит выступать, Михаила Авакяна. Всех приветствую. Прошу прощения, конечно, за такой бой. Но я уверен, мы вернемся сильнее. Не в оправдание мне сказано, но что-то пошло не так. Ну ничего страшного. Хочу сказать спасибо сопернику своему. Молодец, красавчик. У меня не было к тебе недооцененности. Вот, я думаю, мы показали четкий бой. Более чем. Хоть я и проиграл, но. Более чем. Но, как сказал один великий, дух, тело можно убить, но дух он вечный будет. Хочу поблагодарить тебя, в первую очередь, за предоставленную возможность. Еще пару месяцев назад я только открывал этот турнир, а тут уже почти закрываю. Но я думаю, мы вернемся сильнее и закроем его в итоге. Согласен. Вполне возможно. Еще хочу поблагодарить свою команду. No Name Promotion Беслана отличная отличная в ММА нашу команду. Азамата менеджер, секунду, международчиком. И ставка была на то, что я выиграю, но раз уж я проиграл, хочу сделать очень интересный вызов. Я думаю. Ну-ка. Вот, так как есть один человек, я не знаю, кто он, блогер, журналист, неопределенный, походу. Вот. Кто это такой? А я понял уже. Я уже понял. Мы все устали ждать. Короче. Мне уже яро кричат, что это надо прекращать. Имя я не помню. Коваленко фамилия. Станислав помню. Ой, я угадал. К сожалению, такой боец не будет выступать в нашей организации. Секунду скажу. Просто на пресс-конференции там кое-что вырезали. Мы с ним вроде бы все порешали, в хандале. Но я думаю, это медийно будет. Интересно. Посмотрим. Посмотрим. Спасибо. Михаил Авакян по прозвищу Черкес. Ну а раз ты заговорил за ставку на свой бой, я считаю, что надо упомянуть нашего титульного спонсора восьмого сезона. Это легальную букмекерскую компанию Пинап. Достаточно зарегистрироваться.